программу а я хотел бы напомнить что если у вас возникают сложности с просмотром видео вы можете попробовать изменить его качество продолжим мы с темой 5 скоростных треков профессиональной цели и с нами Наталья Хазицкая консультант по профориентации и карьерному планированию Наталья пожалуйста вам слово Здравствуйте Андрей большое спасибо за представление мне очень не хватает традиционной весенней атмосферы ММСО когда много суеты и вокруг нас ребята и родители и учителя я очень надеюсь что мы все еще встретимся но здорово что мы можем сейчас продолжить это общение онлайн и я сегодня тему профориентации в нашем зале наверняка вы уже много слышали об этом и знаете что профориентация бывает разной и она может идти вы можете выбирать профессию оперательности и склонности можно двигаться от собственных интересов или думать немножко вперед в любом случае это карьерное планирование карьерное планирование мы с вами уже немножко здесь занимаемся взрослым таким настоящим карьерным планированием и отличается в первую очередь то что оно нас куда-то ведет у любого карьерного планирования есть цель цель это не только свернуть горы спасти человечество найти волшебную таблетку еще что-нибудь цель может быть ваша личная то чего вы хотите для самого себя в работе какую отдачу вы хотите получать что вас мотивирует и заряжает и что вы знаете что вам нужно конкретно вы можете выбрать довольно быстрый путь к своей цели или к своей мечте вам будет гораздо проще управлять собственной мотивации потому что вы двигаетесь к тому что вы хотите лично наверняка вы знаете что делать то что хочется мне или стремиться к тому что хочется мне гораздо проще и приятней чем делать то что предлагают предлагают для других. И сегодня я хочу рассказать вам про то, как прокладывать свой собственный личный путь к мечте на примере, или к тому, что я хочу добиться, для себя лично. На примере пяти основных мотиваторов. Это деньги, власть, профессионализм, творчество и публичное признание. Конечно, это не все мотивы, которые могут двигать человеком, профессионалом в его карьере. Еще их достаточно много, но это часто встречающиеся, достаточно существенные, важные и предлагаю поговорить про них сегодня. И в первую очередь мы начнем, конечно, с денег. Готовьшись к нашему разговору, сегодня я подбирала, посмотрела на то, кто является сейчас самыми богатыми людьми на свете. И вот этот списочек я, так, простите, перенесла, вернусь обратно, этот списочек я здесь разместила на слайде. Как мы видим, в первую очередь это крупнейшие предприниматели. Джефф Безус окончил принципом, степенью в инженерии, компьютерных науках, он возвал на острове и в итоге основал магазин Amazon, нам известный, пользуясь знаниями одновременно в компьютерах и в торговле. Билл Бейтс начал программировать в торговле, мы знаем, что там у нас быстро бросилось, но он продолжил программировать, работал на крупной компанию IT, в которой он делал то, на основе чего в дальнейшем он основал Microsoft. Бенар Арно, это, вы наверняка знаете, владелец огромного холдинга по производству предметов роскоши, он не имел в роскоши никакого отношения, он окончил магистратуру по управлению бизнеса, он изучал сделки по слиянию и поглощению, он продал семейный бизнес, чтобы играть или чтобы заниматься вот такими сделками на финансовом рынке и совершенно случайно купил разоряющуюся практически компанию Christian Dior. Но он увидел в этом возможность, и на основе вот этой компании он сделал большущий холдинг, добавив к ней еще много ваших денег, и сейчас это один из богатейших людей в мире. О чем нам это говорит? Они сделали свое состояние на тех областях, где они отлично разбирались, они были свои знания, понимания рынка, они смогли предложить что-то новое или вдохнуть в жизнь, или усовершенствовать что-то старое, как Берна Рано. Но, конечно, эти предприниматели – это пример лидерского пути. И лидерство – это не всегда единственный путь к деньгам, конечно же. Если предпринимательство вас не привлекает, по какой-то причине вы можете опираться на… но деньги тем не менее важны для вас, да, вы можете опираться на свою профессиональную деятельность, но выбирать для нее какую-то из высокооплачиваемых традиционных отраслей. Это тоже может быть путь довольно стабильной карьеры к высоким доходам. К примеру, традиционно высокооплачиваемыми являются такие отрасли, как энергетика, добыча, переработка. И в этих отраслях работают не только инженеры, да и нефтяники, в них работают и юристы, и есть даже специализации вузов, например, юристов в области энергетики, маркетологи и финансисты. И можно на основе своих профессиональных компетенций выбирать ту область, где традиционно высокие доходы, если они для вас важны, и строить свою карьеру там. Таким образом, если ваш путь, да, вот сюда, к деньгам, ваша задача – либо выбрать профессию и развиваться в свою карьеру в традиционно дорогих и богатых отраслях, либо разобраться в своей, делать то, что вам нравится, то, что вам хочется делать. Очень хорошо разобраться в своем рынке. И для этого мы получаем такую тупость, уменьшение способностей, и, конечно же, замерять свои финансовые результаты, развивать. Это такой, в общем, универсальный, наверное, способ сделать финансово эффективную карьеру. Довольно часто она идет вместе с влиянием и с властью. И следующий наш с вами такой мотиватор основной – это власть. Все самые влиятельные люди в списке, в рейтинге, скажем так, мировом – это в первую очередь политики, конечно. Среди них есть и богатейшие люди, и даже великолепные лидеры. Но, как мы видим в этом списке, люди сформировали, они прошли долгий и предолгий путь, они сформировали свою репутацию, связи, они влияли на результаты других людей, целых организаций, может быть, даже стран. Путь влияния – он не обязательно лидерский. Чаще всего он, конечно, лидерский и даже предпринимательский. Или он реализован в управленческой карьере. Но достичь власти и влияния можно быстрее, в том, в управленческой карьере. Но это не обязательно. Можно делать карьеру в политике. Точно так же, если власть – это ваш основной мотиватор, или хочется влияния, а больше, в общем, ничего не хочется, или хочется повлиять на них. И, соответственно, можно делать карьеру в политике, в государственных органах, в международных организациях. Можно понимать, что это долгий, предолгий забег. Но если вы не спешите, не боитесь рисков и хотите влиять на этот мир, это может быть неплохим вашим образом. Я прошу прощения, я не очень хорошо пользуюсь кликером, поэтому немножко перескакиваю. Но вот сейчас правильный слайд открылся, и вы можете посмотреть на список лидеров текущих, у которых есть основные такие, это самые влиятельные люди мира. В итоге путь, который приведет к влиянию, это формирование прочных связей вокруг себя, долгое движение внутри своей профессиональной сферы, оттачивание управленческих навыков и совершенствование своей способности влияния на других людей, на процессы и на ситуацию вокруг. Это очень и очень аналитический скилл, способность оценивать результаты своих действий и корректировать их. Это очень полезно для любой карьеры, но для управленческой, для лидерской, для пути влияния это самое важное. И, конечно же, это не очень быстрый путь. Нужно набраться здесь терпения, но он точно, если вы будете придерживаться вот этих основных задач. Профессионализм – это один из основных институтов, я очень часто встречаю в истории. Что такое профессионализм? Это стремление к развитию собственной экспертизы, это желание быть лучшим в своем деле, конкурировать на уровне мастерства с другими, но в первую очередь самим этот честный, очень сложный, но, пожалуй, самый надежный путь для партнерской карьеры. Политический строй может меняться. Политические виды – это довольно частое время. Сменяем много финансов. Кризисы могут разорять бизнес и довольно серьезно влиять на компанию. Но ваша экспертиза, ваши знания и умения никто у вас не отберет. Хороший профессионал, в своем деле, будет цениться во все времена. Это очень важно, конечно, быть хорошим профессионалом. Это надежный путь. Отлично, если ваш профессионализм, вы свой профессионализм реализуете еще и в востребованной сфере. Там, что по востребованной сфере, востребованной профессиональной направлении? Это там, где рынок растет, а людей мало, не хватает людей. И поэтому, да, там ценятся хорошие профессионалы, для них очень много работы, и они высоко оплачиваются. В первую очередь, это сейчас направление, связанное с информационными технологиями, с медицинскими технологиями, с новыми технологиями, работодатиками, электронной торговли, наукоемким производством, с сложным производством. Путь ваш, если вы хотите развивать свой профессионализм, и это для вас основная ценность. Ваш путь – отличные базовые знания. Сначала знания в профессии, много-много практики, совершенствования результатов своих и такое присматривание за актуальность, использование новых технологий, применение новых решений, внедрение. Тогда вы будете на передовой в своей профессии, будете интересны рынку, и сможете конкурировать на высоком уровне. И одно, наверное, проявление профессионализма, это творчество, это стремление к творчеству. Что такое творчество? Ценность для многих людей, даже, может быть, одержимость собственным творчеством. Здесь важно определиться, творчество для восхода или работа. Если мечта воплощать свои идеи, делать только то, что нравится вам, это все-таки больше похоже на походы. Если вы готовы использовать свои творческие навыки для воплощения чужих идей, это может быть по профессии. Особенно на первых порах, когда вашему вкусу или вашему творческому такому творческой физике рынок не очень взяли. Если вы пойдете по этому пути, вы точно подберетесь до уровня, когда мнение будет весить много. Минусам прислушиваться, но стоит набраться. Творческие навыки доступны в любой сфере. Музыка будет делать и развлечения фильмов или каких-то развлечений, чего угодно. Можно развиваться в области звукорежиссуры, саунд-дизайнов. Писатели могут найти новую работу в области и развиваться в индустрии рекламы, создания в индустрии и развлечений. Художникам вообще повезло. Они могут, мы живем в мире, который полностью визуализирован вокруг нас. Они могут применять свои таланты во всех сферах дизайна, от компьютерного до промышленного, интерьерного, везде. Независимо от отрасли, путь творца – это путь начала развития своих творческих способностей, бесконечного применения и совершенствования своих творческих навыков и поиск и создание собственного стиля. И это тоже требует достаточно много времени и упорства. Но это, если с этого не сворачивать, он точно приведет к возможности реализовать свои идеи, возможности, наконец-то, делать то, что мне нравится и получать это. Это важно в работе. Ну и параллельно делать то, что мне нравится, но в высоком-высоком уровне. И признать мне, это может быть часто достаточно потребность всех людей получить признание или получить такого в стране. Но для многих тоже, для многих людей это часто и совершенно нормальный мотиватор. Многим из нас важно отношение и мнение окружающих. Это личное признание и это основные показатели успеха. Что ж, если это происходит, вы можете получить публичное признание за свой талант и развлекать людей в качестве актера или жизни. Это самый такой очень очевидный и простой путь, который не повернутся. Но не только помогать людям решать их проблемы в качестве эксперта и развиваться на основе своей экспертизы. И так развиваются, например, блогеры, эксперты, те, которые живут собственными знаниями. Вы можете писать книги, делить знания о ними как учитель, вы можете вести общественную деятельность, социальную деятельность, влиять на жизнь людей, заниматься благотворительностью или стать политиком. Опять же, вы можете стать профессионалом в своем деле, известным в своей узкой профессиональной среде. Это не обязательно только ультрапубличность такая, известность или популярность, как бы мы это назвали, но тем не менее это собственное профессиональное сообщество. В чем секрет в том, что ваш профессионал публичный людей, важная ценность ваших знаний и вашей работы для других людей, ваша готовность рассказывать, презентовать это. Ваши экспертизы, вам нужно потрудиться и рассказать о себе вначале. То есть вот такая активная самопрезентация, активное самопозиционирование это довольно просто приведет к публичному признанию. Чем больше вы рассказываете людей, тем больше они о вас узнают, той аудитории, с которой вы хотите работать, тем проще вам строить свой публичный. Но нужно иметь в виду строение карьеры. Если вы сидите дома и кто вас не знает, то никакого публичного призвания не получится. Ну, пожалуй, это все, что я хотела рассказать вам сегодня конкретно про эти пять. мою идею заключается в том, чтобы вы могли проанализировать свои стремления карьерные, свои мотивы и продуть такой путь, который поможет вам достичь именно вашей цели, не чьей или чужой, именно вашей, реализовать ваше стремление. Это очень важно, это знакомит вас с собой, но и позволит в том числе достичь того, чего вы хотите. как специалист по карьере я могу вам сказать, что успешная карьера в первую очередь в грамотной специалии и на планете. Вам желаю удачи, я рассчитываю увидеть ваш успех и вашу ближайшую карьеру. Есть вопросы, я готова в грамоте. Наталья, большое спасибо, как раз вопрос на зрителей есть. Скажите, пожалуйста, как определить ведущий мотив? Надо честно посмотреть внутрь себя, это в общем довольно сложно. Школьникам можно посмотреть на то, каким образом они мотивируются в школе. Кому-то важны оценки, кому-то важна похвала, кому-то важно позиционирование среди одноклассников, кому-то важно внутреннее собственное ощущение и понимание того, что я, молодец, я делаю эту работу хорошо, а важно сделать себя, сделать что-то необычное, креативное творчество. Это может быть хороший способ понять, а что оно и движет. Оценки превращаются в деньги и деньги, во взрослой жизни. Спасибо большое за содержательное выступление и ответ на ваш вопрос. Мы продолжим через несколько минут с темой родители тоже люди, но почему они тебя бесят. А пока у нас будет небольшая пауза, предлагаю зрителям посетить виртуальную выставку на сайте ММСО. Мы продолжим через несколько минут. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok